Масштабная реконструкция, малая сцена. В афише появляются новые названия. Певцы и танцовщики побеждают на престижных международных и всероссийских конкурсах. В труп увливаются новые творческие силы, расширяется гастрольная география. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Т, с вами Марьяна Мирная. И это я о Самарском академическом театре оперы и балета. В гостях солист, тенор Иван Максимейко. Здравствуйте. Здравствуйте, Марьяна. Иван, ну вот сейчас в театре оперы и балета у вас происходит такой большой творческий праздник. Сейчас в самом разгаре фестиваля оперного искусства. Близится буквально на следующей неделе юбилейный праздничный концерт театра. Как там атмосфера? Что там происходит? Расскажите изнутри. Ну сейчас, вот в данный момент, на сегодняшний день, я с театра приехал к вам, а там были награждения. Там сейчас награждают людей, все ходят в таком прекрасном настроении. Ну что еще сказать? Все в работе, все в работе, все хотят показать свои самые лучшие качества, свои самые лучшие партии, роли. В данный момент сейчас самая хорошая почва, плодотворная почва для этого. Показать себя на сцене и поднять уровень театра, поднять его, сделать его еще более серьезным и плодотворным. Вот атмосфера, когда много артистов, вот все, как вы говорите, хотят себя как-то продемонстрировать, показать с лучшей стороны. Есть ли моменты конкуренции или это такая больше дружественная атмосфера, когда друг дружку все поддерживают и аплодируют друг другу и радуются успеху? Ну вы знаете, на самом деле конкуренция, здоровая конкуренция, она очень важна и нужна, как говорится. Если говорить о плохой черте конкуренции, то я ее как бы не замечаю в нашем театре по одной простой причине, что все роли в этом театре уже давно расписаны. То есть попадая в этот театр, ты начинаешь быть уже какой-то ячейкой определенной. И соответственно в этой ячейке кроме тебя может быть только второй. А если будет второй, то третьего уже нет, четвертого нет. И то есть конкуренции никакой. То есть если ты где-то потерялся, заболел или что-то в этом роде, то второй номер или первый номер, например, он тебя обязательно заменит. То есть это обязательно должно быть так. И конкуренции как таковой в черном виде его нет. Ну это в пару, да, называется, когда артисты существуют в пару? У нас в театре сколько теноров получается, вот кроме вас? Теноров у нас в этом театре... шесть, по-моему. Это нормально для театра такого масштаба, как в Самаре, вот театр оперы и балета? Конечно, конечно. Я могу сказать, что этот театр вообще ему везет с тенорами, честно вам сказать, потому что в других театрах там и одного даже нет тенора. В тенорах сейчас какая-то загвоздка? Нет, никакой загвоздки нет. Просто все зависит от места работы, от престижа работы, от... Ну это самого тенора, конечно. Если это поющий тенор, он найдет везде себе работу. Я вот всегда слышала о том, что вот как раз, когда распределяются роли, вот в оперном театре, это же не столько распределяет даже режиссер, да, в глобальном смысле, сколько распределяет автор произведения, да, то есть оно же расписано. Это партия для баса написана, это партия для тенора и так далее, да? Ну да, конечно. То есть, в принципе, весь свой репертуар, который вы уже отыграли, который вам предстоит, по идее, гипотетически вы его весь знаете. Правильно так получается? Ну, с одной стороны, да, знаю. Но здесь еще маленькие нюансы есть. Они складываются из понимания роли, из возможностей голосовых, из-за голосовых возможностей. То есть некоторые тенора не могут сделать то, что могут другие, понимаете? В этом еще суть. То есть, если заложено это автором, то это не факт, что может сделать любой тенор. А вот как в театре происходит у вас, ну, в плане, назовем это, кастинг, да, условно, когда приходит новое произведение, сразу конкретные люди назначаются? Или все-таки вот все шесть теноров приходят пробоваться на партию тенора, которая в том моменте произведения? Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Есть определенные партии, которым, опять же, мы ссылаемся на автора. Он написал, есть главные, есть второстепенные, есть третий, четвертый, пятый, шестый. Соответственно, все зависит от того, в каком-то положении в театре. Ну, все-таки маэстро, когда берет тебя в театр, либо директор, когда берет тебя в театр, и вообще сама труппа оперная, вокальная, они уже заведомо знают, на какую партию ты можешь сейчас, на данном моменте быть, на какой партии ты должен на данном моменте быть. Если ты растешь, соответственно, и с этим растет твоя партия. А вас отсматривали, вас пригласили, вы вот с 2014 года, да, в нашем театре трудитесь? Да, точно. Вас как-то отсмотрели, или как вас нашли? Ну, да. Была такая ситуация, что я сам набрал номер телефона Самарского театра оперы и балета и попросился к ним на прослушивание. То есть ко мне, к себе уже в этот театр, я попросился на прослушивание. Меня пригласили на прослушивание, я приехал, спел Евгений Онегин, это Ленского я спел, партию Ленского. Меня попросил Александр Анисимов спеть не только Арию, но еще кусочки от самого произведения. То есть он посмотрел меня в полной партии. И после этого мне сказали приехать на спектакль Евгений Онегин. Это был второй смотрный день, как бы можно так сказать. Я приехал на спектакль, меня посмотрели именно в спектакле, как я работаю в спектакле, и сказали, что вы нам подходите. Почему вы решили в Самару вот так обратиться? Слышали о театре, о Самарском или как? Что вас подвигло? Вы знаете, на самом деле я, может быть, к своему счастью, а может быть и не к счастью, наверное, все-таки к счастью, я на самом деле не очень представлял, что такое Самарский театр оперы и балета. Это после стечения вот всего этого времени, что я работаю здесь, я начинаю осознавать, какие здесь титаны работали, и какой титанический труд здесь положен. Вы работали в Астрахани. Все-таки дуракам везет, мне кажется. Нет, я вообще не себя отношу. Ну, может быть, даже в какой-то мере, может быть, что-то так, но это факт. Ну, то есть спонтанное такое решение. Спонтанное решение, которое привело меня к определенным результатам. Вы в Астрахани работали. Что за театр? В Астрахани он меньше, больше такого же уровня? Или там не так развита вот все-таки оперная жизнь, так скажем, городская? Потому что в Самаре и поклонников оперного искусства очень много, и театр пользуется всегда большим спросом. И, как говорится, в театрах на люстрах висят на некоторых спектаклях люди и всегда аншлаги. Ну, вы знаете, я попал в Астраханский театр в эпоху его нового развития. И я могу сказать, что этот театр обретает довольно больших поклонников, и очень много всего нового ставится в этом театре. Например, я сейчас вот уехав оттуда, я понял, что там сейчас Андрей Рублев, например, там сейчас вот ставится, как раз они взяли грант Министерства культуры на постановку «Китишград». То есть это прекрасные партии, это прекрасные такие огромные программы там ставятся. И я думаю, что Воронин Валерий Владимирович, он смотрит на будущее. А вам не звонили оттуда в качестве приглашенного солиста? Нет, пока нет. Ну, все возможно, да? Конечно, возможно в нашем мире, возможно абсолютно все. Слушайте, ну вот мне всегда интересно, как новый человек приживается в творческой среде. Тяжело. Да, вот как у вас проходил этот процесс? Сразу же нашлись ли какие-то друзья, там, сподвижники и прочее? Как вот в структуре оперного театра приживаются новые люди? Я не знаю, я приживаюсь тяжело. Не знаю, как все остальные, я приживаюсь тяжело. Это все зависит только от меня. Потому что я сам, я коммуникабельный человек, но я не впускаю к себе близко людей. В данный момент прошло уже полтора года, как я работаю в этом театре. Я понимаю, что есть люди, с которыми очень прям хочется общаться. Прям безумно аж душа открывается. А есть те люди, с которыми просто хочется здороваться, проходить и как бы контактировать только по рабочему варианту. Вы смотрите на своих коллег, приходите смотреть, что они делают? Обязательно. Это обязательно. Без этого не будет роста. Если ты не будешь смотреть, как твой работает коллега, ты не будешь оценивать полную ситуацию на сцене. То есть обязательно нужно смотреть, нужно учиться. Даже на ошибках другого человека. Я на ошибках своих ошибок. Тоже это все учишься. Все учишься постоянно. Нужно ходить, смотреть. Бывает время, когда ты просто не можешь этого сделать, потому что ты устал психологически. Тогда, да, ты останавливаешься и перезаряжаешься, как говорится. Вот немножко, да, отвлечемся от основной темы. Останавливаться и перезаряжаться. У всех есть, в любой работе есть отпуск, да, и такое понятие, как отпуск. Для людей вашей профессии отпуск, он все-таки больше полезен или больше вреден? Или как? У вас же не получается, нет постоянной тренировки вокальной? Или это где-то дома, на даче все-таки эту тренировку проводить? Нет, на самом деле, вы знаете, есть два типа певцов. Певец, которому нужен отдых для того, чтобы восстанавливать энергозапас свой. И при этом постоянно звучать отлично, хорошо. А есть второй тип певцов, которым нельзя, просто нельзя останавливаться. У них постоянный должен быть процесс. Вы к какому себя относитесь? Я себя отношу к человеку, которому нужно постоянно работать. Постоянно. То есть постоянная отработанная схема должна быть в работе. Вот мы возьмем даже нашу постановку «Леди Макбеттенцинского уезда» Георгия Саокеана. Я могу сказать, что в этой работе было все четко слажено. И ты просто не уставал. Не было возможности устать. Потому что здесь было утро, днем отдыхать. Можно спать все, что хочешь делать, вечером работать и ночью отдыхать. То есть это была стопроцентная работа конкретная, где ты не оставлял свой голос в театре. А ты наоборот, с каждым разом выходя на ту или иную репетицию, ты его увеличивал в размерах. То есть он увеличивался в размерах. В процентных соотношениях. В этом вся суть. Это последняя премьера, которая вышла на сцене театра оперы и балета «Леди Макбеттенцинского уезда». Есть у нас небольшой сюжет. Давайте его посмотрим и вернемся. Братца за «Леди Макбеттенцинского уезда», не рассчитывая довести до иступления зрителя, бессмысленно уверен режиссер-постановщик Георгий Исаакян. Первая редакция оперы Шостаковича вот-вот появится в репертуаре Самарского театра оперы и балета. Это опера о пограничных состояниях. Это опера о женщине на грани нервного срыва. Это опера о том, что страсть, любовь, казалось бы, очень человеческие чувства совершенно человека превращают, да, иногда в зверя. Удивлять техническими новшествами постановщики не собираются. Говорят, это душевное произведение. И заполнять его изобилием сложных форм не нужно. Здесь современные веяния могут погубить истинные и глубинные мысли. Стало шаблоном, ну давайте-ка всех пойдем в секонд-хенд купим. Это не очень интересно. У нас как бы спектакль такой кинематографический. У нас есть самый разный, он должен быть динамичным. Там есть сам разбит на огромное количество эпизодов. Зритель привык к тому, что называется экшен. И вот про страсть, про любовь, про, в общем, сюжет. Ну, посмотрите. Сам Шостакович назвал свое произведение трагической сатирой. Эта идея по версии Самарского театра отражена во всем – музыке, движении и аутентичных костюмах. Головные уборы и вообще все костюмы, они выдержаны, конечно же, в эпохе. Вот эта вот шляпа взята непосредственно из журнала мод того времени, 1907 года. Именно сохранен крой. Но декор, конечно же, и свои какие-то нюансы, да, чисто театральные. До премьеры осталось всего неделя. Волнение зашкаливает. Буквально на днях приехали декорации из Петербурга. Истории о женщине, которая стала жертвой домостроя и купеческого быта, не оставит зрителей равнодушным. Премьера состоится 20 мая. Совершенно потрясающее впечатление на меня лично произвел Георгий Асаакян. Просто вот, мне кажется, человек творчества в истинном этом, в его смысле, да? Как работалось? Как я уже говорил, что работалось очень четко, очень слаженно. И самое главное, что все работалось только на процентах. Не на здоровье, а на процентах. Меня солисты, вокалисты и вообще артисты всех мастей поймут, что самое главное, это работать на процентах. И он заставил нас работать именно на процентах. Не заставил. Он, знаете, как большой маг-волшебник, он сделал все возможное, чтобы мы оставили после себя именно процентную работу. Вот насколько тоже вот с Георгием разговаривали о том, что леди Макбет Мценского уезда, вот он почему-то назвал спектаклем, который входит в пятерку тех, которые обязательно должны быть в таком большом, уважающем себя театре оперы и балета. Так, не мои слова, цитирую. Вот. И говорили мы о том, что драматика серьезная, не только музыкальность серьезная, да, у произведения, но и драматика. Как работалось в этом направлении, где находились нужные точки и нужные все вот эти истории, чтобы выдать результат тот, который должен был быть и состоялся? Ну, если говорить о роли, о моей роли, то есть их две в этом спектакле. Это Зиновий Борисович, купец первой гильдии, соответственно, это сын Бориса Тимофеевича. И Задрипан и Мужичонка. Задрипан и Мужичонка. Да. На самом деле, Задрипан и Мужичонка, я в одной из статей очень-очень интересных прочитал, что это параллель между... С Борисом Годуновым у нас... Не вспомню. Не, вот сейчас вот прям вылетело из головы. Вы имеете в виду в Борисе Годунове вот прокаженный вот этот, да? Забыл совсем. Ничего страшного. Прокаженный с Борисом Годуновым и Задрипан и Мужичонка есть параллели, да, между ними? Да, но вот прям одно и то же. Но это тоже немаловажный персонаж совсем. Ну, конечно, когда он выходит с последней своей песенкой, он заканчивает практически всю оперу. Все. То есть все уже на местах, он рассказал уже все. Осталась только каторга. Ну, так как раз-таки вот хочется, смотрите, всегда интересно, если говорить там о драматическом театре, да, как раз тоже Леди Макбет Ницинского уезда часто ставится в драматических театрах, большая почва для работы, там для меня, допустим, более как-то понятно, да, это есть текст, есть драматические актеры, которые текст рассказывают, там, мизонсцены и прочее. В вашем случае, в случае театра оперы балета, более интересно, на мой взгляд, потому что здесь нужно еще и спеть правильно и хорошо, и выложиться на сто процентов, но еще и чтобы слеза у зрителя-то пошла от всего этого накала страстей. Это от режиссера зависит? От самих актеров? От кого? Кто вот эту ниточку все тянет? Ну, это работа всего коллектива, оркестра, театра, оперной труппы, режиссера, света, художника по костюмам. Это огромная, большая работа всех, всего театра. Поэтому этому театру сейчас 85, потому что это громадная работа именно большого театра. 85 лет – это тоже одна из тем нашего сегодняшнего разговора. 1 июня, да, если я ничего не путаю, состоится большой голоконцерт, который как раз будет посвящен 85-летнему юбилею. На ваш взгляд, 85 лет для театра такого уровня – это срок, это время подводить итоги? Он старый уже, или он молодой, или он в расцвете? Есть какие-то понятия на этот счет? Я прям затрудняюсь сказать. Я даже не знаю, потому что меняются поколения, меняется мировоззрение, но классика остается классикой. Она неделима, она нерушима. Вообще, нужно считать годы у театра? Ну, вот многие говорят, театр вечен, театр… Я думаю, что нет. Я думаю, что считать – это только для празднеств. А на самом деле театр, как и музыка, она вечна. Есть еще один момент, который хочется с вами обсудить. Это грядущее как раз лето и летнее отпуска. Я знаю, что у актеров часто это связано все равно с работой все летнее время. Едете ли вы куда-то? Кто-то вас куда-то, может быть, пригласил? Какие-то гастроли? Россия за границей? Какие планы? Ну, в данный момент, в июне, я уезжаю на слушание конкурса небольшой. Я об этом не говорю никому и не скажу, куда я поеду. Просто сам факт, что это я еду. А так гастроли в течение года всегда бывают. Кто-то звонит, кому-то нужна помощь. Кто-то просит поддержки, кто-то просит партию. То есть все бывает. На данный момент я ездил, спел в Магнитогорске регалета. Да вы что? Да, герцога. В это же время, за два дня до этого, за двое суток до этого, я был в Сыктывкаре, пел травиата. То есть это вполне такие рабочие дни. Вот когда происходят вот такие разъезды актерские, сложно сыгрываться с труппой другого театра? Как это происходит? Ну, вы знаете, в большинстве случаев нет. Спиваться, спеться, да, нужно в первую очередь? Да, в большинстве случаев нет, несложно. Потому что мы все рождены от одной матери, как говорится. Мать – наше искусство. Вот по поводу искусства и вашего репертуарного листа тоже хотелось бы пару слов сказать. Насколько я прочитала, во всяком случае, достаточно богатый у вас репертуарный лист. Есть там тот же Ленский, да, такие партии, которые прям вот, наверное, ценны, да, для актера? Ну, я уже подумаю чуть-чуть пойти другим путем. Мне бы хотелось попробовать себя уже в более лирико-драматическом, в лирико-драматических партиях. Это что-нибудь наподобие Тоски. Что-то хотелось бы попробовать уже такое более фундаментальное. Если получится, если голос у меня скажет «да», то я ее оставлю и буду работать. Если нет, я вернусь обратно в лирику и буду работать в лирических партиях. А голос – это же у вас орган тоже, да, такой самостоятельный орган получается? Вы так к нему обращаетесь, как если голос скажет «да». Нет, он не самостоятельный голос, не самостоятельный орган. Он зависит полностью от меня, но бывают всякие психологические расстройства, бывают, которые очень сильно сказываются на голосовом аппарате. Природные условия, которые очень сильно сказываются на голосовом аппарате. И, соответственно, приходится постоянно держать себя в рамках. Слушайте, вот по поводу рамок. Лето, жарко, все мороженое едят. Вы можете мороженку или аккуратно? Я как раз четыре дня назад съел мороженку, до сих пор распиться не могу. То есть до такого даже. Да, бывает, знаете. Представляете, дорогие зрители, насколько у людей, которые занимаются оперным пением, насколько даже вот мороженку и ту не всегда можно себе позволить, чтобы сохранить для вас же свой талант, голос и свое искусство. Смотрите, есть еще такой момент, который тоже не могу пройти мимо. Это то, как вы относитесь к мнению коллег по цеху о вашей работе, мнению критиков. Для вас это близкие вещи или разные вещи? Вы разъединяете к кому-нибудь из них? Вы прислушиваетесь? Чье-то мнение является каким-то основополагающим, на которое вы опираетесь? Как у вас это происходит? В нашем театре очень есть большие люди. Например, как Василий Святкин, такой есть человек у нас, борит он прекраснейший, борит он. Да, когда он что-то пытается сказать, к нему можно прислушаться, потому что он сам на сцене может делать то, что не могут другие. А есть такие люди, которые не могут делать ничего на сцене. Они могут просто говорить, вы знаете, это как рожденный плавать, летать не сможет. Вот то же самое и здесь. То есть не ко всем нужно прислушиваться, и не к каждому, особенно в этом искусстве. Ну, то есть мало, да, таких людей, которые... Очень мало, очень мало. Но они есть, это самое важное, что они есть. И ими нужно дорожить, беречь их и, не знаю, прям под куполом держать. Есть еще такой вопрос, может быть, немножко шутливый, ну, не знаю, может и нет. А там, допустим, в драматическом театре есть такое понятие, как роль на сопротивление, когда вроде актер одного какого-то амплуа, а ему вот в пику дают другое. В оперном театре это возможно как явление, вот, тенору дать баритону партию или наоборот? Или как-то по-другому решается этот вопрос, но все-таки имеет место быть? Вы знаете, ну, это бывает, но очень-очень-очень редко, когда, ну, нет замены. Ну, совершенно невозможно просто ничего сделать. Это бывает, но если человек справляется, это нормально просто. Ну, это бывает, оно везде бывает так. Замена бывает везде. Это не полезно для голоса? Ну, конечно, не полезно. Но если ты человек с хорошей школой, с очень грамотной, воспитанной, как говорится, я имею в виду вокально воспитанной, то и партия баритона для тебя не будет столь тяжелой. Полминутки остается у нас до конца, но еще один хочу задать вопрос. Есть ли возраст оперного солиста, при котором можно сказать, что вот он достиг, добился или что-то такое? После 38. Начинается только вообще рассвет, на самом деле, мне так кажется. С 35, может быть, даже так. Ну, у тенеров это вот в это время. А все до этого мы птенцы. Вы еще пока птенец. Я не знаю, я не могу сейчас сказать, я уже, я уже прям потерялся чуть-чуть. Я знаю, что развитие идет, и оно семимильными шагами. Спасибо вам огромное, что пришли. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите время с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин